Всем доброго дня! Я занимаюсь высадкой рассады петунии в кашпо для петуниевого дерева. Вот у меня уже, видите, несколько посажено. И специально хочу сделать это на камеру, показать вам, что я делаю. Конечно, прошу прощения за то, что я не взяла камеру, снимаю на телефон. В общем, извлекаю из пакетика корень. И обязательно, что нам нужно сделать, нарушить вот эту корневую систему. Обязательно так делайте. Еще бывает, когда, например, стаканчики, то бывает корневая закручивается в колечко. То есть вот это вот колечко вы прямо надрываете, ничего страшного не будет, не переживайте. Таким образом вы как бы стимулируете корешок к росту. Я подготовила, видите, сразу же лунки, тогда, когда наполняла кашпошки. И вот встало у меня растение. Сейчас я вот так вот подсыплю под растение в недостающие пустоты грунтика. Я ничего не уплотняю, ничего не придавливаю. Просто-напросто вот так вот подсыпаю. Вот таким вот образом. Дальше, на чем я хотела заострить ваше внимание. Смотрите, вот разница. Здесь у нас уже плети пошли, а здесь вот как бы все равномерно. Смотрите, здесь в этой ситуации как поступить? Вот как бы оставить их или же сделать вот так все ровненько. Так как я эти кашпошки буду ставить на подставку для петуниевого дерева, мне важны плети. И вот в этом случае я не буду сейчас трогать эти плети. Мне потому что хочется, чтобы они уже спускались и хотя бы чтобы какая-то красота была. Эта шапочка она все равно набьется, потому что это сорта серия Wave. Она растет и как только вот она как бы зацепится за корневой системой за грунт, она начнет куститься сама по себе. Если же у вас, вы хотите, чтобы у вас была равномерная шапочка, ну то есть прям так вот, чтобы все было со всех сторон равномерно, тогда, конечно же, в этой ситуации, вот в этой ситуации, так, где у меня вот я принесла секатор, секатор, ножнички, да? Вот можно, в принципе, вот по кашпо, вот так вот по краешку кашпо подрезать петуньку. Но я не буду этого делать, вот сейчас бы ведь уже резанула. Сама проговорила, сейчас бы резанула. То есть вот по краешку, либо, вот знаете, вот по самые маленькие. Можно даже вот так вот сделать, вот по кругу как бы вот эту шапочку. Но я вот бы вам рекомендовала вот так вот по вот эти вот листочки, то есть вот по эту почку. Не так вот, чтобы оставлять палочку, а по листочек. Таким образом, как бы у вас пойдет равномерное развитие. Но я еще раз повторюсь, я буду вешать кашпошки, да? И вот к тому моменту, когда я повешу, я вот эти вот плети уже как бы сделаю наперед, чтобы у меня уже как бы высвечивалась такая картина, ну как бы петуньевого дерева. Поэтому здесь, конечно же, выбор за вами. Если хотите шапочку густенькую, тогда мы после высадки еще прищипываем. Если хотите плети длинные, тогда можно их оставить, потому что шапочка, она у меня все равно набита. До этого я уже несколько раз по кругу делала прищипочку. Дальше, что касается полива. Сейчас я поливать не буду, потому что у меня заранее земляной ком, он увлажнен. Сейчас пусть вот как бы корешочки расправятся, пойдут вот вход в рост вот именно в этом уже новом объеме. И следующее я уже полью, наверное, с удобрейницей. Можно сделать, полить универсальным удобрением, а можно полить, например, либо на корень, либо на скелет, на вегетативную массу. То есть это либо с фосфорным удобрением, либо кальциевая селитра, что есть у вас в садовой отечке. Ну, вот такое вот небольшое видео, но надеюсь, оно вам будет полезно. Спасибо вам огромное за внимание. Кстати, не сказала, но говорила в предыдущем видео. У меня здесь сорта серия Wave Purple. Она такая достаточно выносливая сорта серия. У нее очень яркий такой цвет насыщенный. Для петуниевого дерева самое то. Ну все, теперь на этом огромное спасибо вам за внимание. Всего доброго и до новых встреч!